Доброго времени уток, друзья! С вами, как всегда, Арталаски, и в этот жаркий день совсем не хочется как-то напрягаться, и точно так же не хочется напрягаться новичкам, изучая какую-то сложную программу, например, ZBrush. И хотя я бы не отнес ZBrush к разряду... Что ты такой? Масштабы количества возможностей этого софта действительно огромны. Но что, если вам хочется просто взять и слепить какую-нибудь модельку, не тратя часы изучения на гиганта цифрового скульптинга? Или вам нужно быстро сделать 3D-болванку для варпейнта, или в качестве референса для срисовки? А может вы просто хотите начать заниматься цифровым скульптингом, и не желаете покупать ZBrush ни по подписке, ни отдавать за него штуку баксов разом? Тогда вам просто необходимо обратить внимание на младшего брата ZBrushа, Скульптрис. Возможности скульптрисы сильно ограничены по сравнению с ZBrush, но тут есть всё необходимое для того, чтобы создавать собственные 3D-модели. Более того, сам принцип скульптинга здесь отличается даже от блендера, и напоминает скорее 3D-код. Но обе эти программы не такие уж интуитивные, а 3D-код далеко не бесплатный. Скульптрис полностью бесплатен, и невероятно интуитивен. Даже просто посмотрев это видео, вы уже будете уверены в том, что сможете сесть за эту программу прямо сегодня и что-нибудь слепить. Ну правда, посмотрите сами, здесь почти нет кнопок, всё управление обмещается в верхнем левом углу. Вот тут находятся кисти, которыми вы будете лепить, а также возможность масштабирования и вращения. Думаете кистей слишком мало? Да, мало. Но в том же зибрэше я пользуюсь таким же количеством кистей, с такими же функциями, и мне хватает их для всего. Здесь есть возможность распыления, и очень полезный лази маус. Ещё мне тут нравится удобная регулировка всех параметров через пробел. Ну реально удобно. Через опции вы можете настроить кисть чуть более тонко, но это актуально для владельцев графических планшетов. Особенно, если у вас есть графический дисплей, на котором вы видите, что рисуете, это непередаваемый кайф. Это просто надо попробовать, и это станет вашим любимым инструментом. И предвидя вопросы в комментариях, отвечу сразу, что я использую вакуум синтек 16, и для скульптинга, и для рисования, и даже для ретуши фотографий. Здесь же вы можете загрузить изображение на фон в качестве референса, но если у вас есть второй экран или программа Pure Ref, лучше воспользоваться ими. Кстати, на кисть вы можете загрузить так называемую альфу, которая станет отпечатком кисти. Это понадобится для детализации модели. А рядом можно выбрать материал, но тут комментарии излишни. Само собой, вы можете покрасить свою модель, но как только вы нажмёте ОК, вы не сможете вернуться к скульптингу. Начнётся этап текстурирования. Вы также можете выбрать здесь отпечаток кисти или целую текстуру, выбрать цвет и даже рисовать нормальными. Всё, что нужно для счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Выбрав материал Flat Texture, вы можете создавать модели в стиле Handpainted, а потом экспортировать это в программу для ретопологии, например. Будет ли полезна программа для создания игровых моделей? Да, будет. Стилизованных и Handpainted. Реалистичные модели здесь создавать уже сложно и неудобно. Для этого больше подойдёт ZBrush, а всякие мультяки, пожалуйста. Если вы слегка перебрали с количеством треугольников, то используя всего одну кисть, можно легко прорядить очень плотные места модели. Но не увлекайтесь. На разных зонах может быть разное количество треугольников. Например, на лице их будет всегда больше из-за детализации, чем, например, на спине или даже на задней части головы. Но если вы конкретно перебрали и ваш ПК стал заметно тормозить, то стоит прорядить сразу всю модель всего лишь одной кнопкой. А вот если треугольников наоборот совсем мало, то вы можете их подразделить и добавить более мелких деталей, также одной кнопкой. Полученную модель можно экспортировать в OBG формат для дальнейшей ретопологии в сторонней программе. А значит, что вы спокойно можете использовать Sculptris для создания игровых моделей. Но рано или поздно вы всё равно захотите большего. Перейдёте на ZBrush и будете уже ко многому готовы, потому что Sculptris является частью этой программы. В них одинаковые горячие клавиши. Вы сможете использовать те же методы скульптинга в ZBrush, что и здесь. Те же самые кисти, похожие материалы и даже есть маски, чего я точно не ожидал увидеть в Sculptris. Если вы хотите просто попробовать, то обязательно попробуйте. Это увлекательно и весело. Но если вы хотите начать изучать серьёзную профессиональную программу ZBrush с абсолютного нуля, не имея вообще никаких знаний в этой области, то у меня есть отличный курс более чем на 10 часов, в котором вы создадите собственного персонажа с нуля, а также слепите ему оружие и снаряжение. Сделайте его уникальным. Более того, к концу прохождения моего курса у вас в арсенале будет множество техник и фишек. Вы сможете решать одну и ту же задачу несколькими способами, выбирая наиболее подходящие в данной ситуации. Курс разделён на две части – теорию и практику. В теории вы посмотрите действия необходимых функций, поймёте, для чего они нужны и в каких ситуациях их нужно использовать. Познакомитесь с нужными кистями, интерфейсом и начнёте понимать, как тут всё устроено. Но самое интересное – в практической части. Там вы будете применять все знания из теории на реальных примерах при решении реальных задач, создавая своего первого персонажа, и вы действительно сможете это сделать. Сейчас курс полностью записан и находится на стадии монтажа, поэтому вы можете сделать предзаказ с огромной просто скидкой в 80% и начать осваивать эту программу на реальных примерах уже с начала сентября. Каждые несколько дней скидка уменьшается на 5%, пока не кончится совсем. Ссылка на предзаказ в описании под видео. Ну а если оно вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать интересные видео и выгодные предложения. С вами был Арталаски. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова